Ребят, здорово, на связи Шамшурин и сегодня у нас покатушки с моим товарищем, с товарищем Андрюхой. Вон он как раз едет. Будем кататься на Порше. Здорово, гиброе лицо. Короче, мы сегодня будем кататься, вообще камера работает, кататься на Порше. На 911, да? Да. Надо пристегиваться, да? В общем, у нас замечательный человек в костях, вернее, я у него. Это правильно говорится. Я у него в Порше. Его зовут Андрюха. А ты хочешь объехать, да, Андрюхович? А я сейчас круг здесь сделаю почетный, тебе было приятно. Вот, мы в общем сидим в каком-то модном тазу. Это у нас Порше. Блин, ну он, конечно, работает хорошо, звук нормальный. Сколько до сотки? Андрюх, слушай, я не помню, 5,2, по-моему. Еще так много. Блин, ну вот, конечно. А, удовольствие должно быть много. Вот так вот, да, блядь? Смотри, какие ноги там стоят, Андрюх. Да, ну, чего тут ноги? Две. Толстые, толковые ноги. Толстые листок. И ты, наверное, какую из них говоришь? Я вообще говорю. Про вон ту или про вон ту, блядь? По-моему, одинаковые. Я не такое чувство. Не, ну там худые ноги. Да, ну ладно. Смотри, она кудряшка такая. Смотри, скажи мне, дорогой, а вот вообще на, как бы, на девок влияет твой таз? То есть ты его что купил? Слушай, ты знаешь, вот, если честно, я его... Ну что, зачем их покупают? Я его, зачем покупают их люди, я не знаю, давай я буду за себя говорить. Вот, ну, если честно, я их прячу, блядь, на передчок. Ну, то есть, чтобы она не подумала, так, 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 сейчас это... Ну, типа, все-таки хочется, чтобы как-то она относилась к тебе, да, как бы, а не там к тазу, да, как ты говоришь. А он потом как этот, как сказать, как доп. аксессуар такой, да? А потом, да, потом ты его достаешь и говоришь, а вот еще, да, есть бонус, она ко мне прилагается. Из кармана. А что, вот, тёлки, 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 тебе сколько, я? Сорок? Да. Сорок. Да, всего, тебе сорок. Сорок. Ну, ладно, не помню. Короче, Андрюхе на самом деле сорок, и Андрюхе в теме, да, то есть как бы. А как мы познакомились, Андрюхе? Или это не будем рассказывать на нашу любую историю, столько? Слушай, а что, блин, мы столкнулись с тобой в центре, блин, с Максом, да, и он нас... А, да, нас познакомил Макс Красочкин, на самом деле, и Максу большой привет, опять же. Человечище, я не знаю, вот этот светофор, он вообще когда-нибудь... Да, вот, 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 когда-нибудь. Ты его только матернул, он сразу же начал... Ну, чё-то нормальный там, кудряш. Мы сейчас, с Максом, ходимся за полицией. Вот, кредля назад. Нет, я не могу. А вот у меня есть ощущение, что она больше... Блядь. Больше жужжит, вот этот трэш вообще. Сколько там она? 150. 150, блин, блядь. Я жить хочу. Блядь, это жесть, Андрюха. Тихо, 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 тихо. Слушайте, я хорошо, что отвернул от своего лица. В это время, блядь. Слушай, а звук прикольный, да, такой прям. Блядь, у меня аж во рту переснуло. А он это... Сейчас, подождите, ребят, и Дубль 2, я так понимаю. Или, а, чтобы я пошел, а, поссался? Сейчас, чтобы не практически так. А, ты еще не суперспорт. Сейчас, сейчас суперспорт. Блядь. Офигеть. Вот, ну, ты, 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 ты. Офигеть, блядь. Слушай, а тут вообще наушники нужны, мне кажется, вертолетные. Тихо, тихо, Андрюха, тормози. Блядь. Блядь. Ебать. Ты вообще, блядь. Все, я понял, что машина езжет. Блядь. Машина езжет. Ребят, но я буду честен с вами. Я первый раз на таком тазу езжу. Ну, вот именно, что прям... А сколько кобыл-то, Андрюх? У нас больше сегодня покатухи на тест-драйв похоже. Да, вот, я тоже так думаю. Понимаешь, ты сильно не упрекаешь. Не, ну мы сейчас это подойдем. А сколько лошадей вот в этом, в этой радости? Триста... Вообще, конечно, космос. Я уже, это, утерял нюх. Я сегодня, кстати, только вспоминал про вот эти дома, вот этот вид. Я когда приехал из колхоза, допустим, а, сколько-то лет назад, и, так сказать, вот сам вот, я считаю, вот это один из самых хороших видов. Да, вот, просто когда вот первый раз это увидел, значит, стоял минут 10 просто смотрел. Правда, была осень, уже темно, но они там светились, эти башни, но это очень круто, реально. Очень круто. Слушай, а ты вообще москвич, или что? Москвич. То есть ты прямо здесь родился, да? Совершенно верно. Как бы, а что скажешь насчет того, что, типа, там, ну, говорят, что москвичи все овощи? Ну, как бы, я так считаю. И все, но многие, да. Доля, как бы, доля истины, я думаю, что в этом есть. Насчет мужиков мне, как бы, сложно сказать, да, вот, но в отношении идеолог мне не нравится в москвичке так, если честно. Почему? Ну, как круто, мы с ней попараллельно поговорим. Она такая, амкорфная, да, как бы, ну, сразу, да, как бы, знаешь, вот, ничего ей вроде не надо, ей там, мама там все дала, блин, вот, и... Не, ну, они, как это, если сказать, они что, нигде не работают или что, они не работают? Да, ну, и тут работают. А вот тебе как, смотри, ты же там бизнесом занимаешься, допустим, или ты ночами грузишь макароны в вагоны, поэтому у нас теперь есть возможность проходиться. Смотри, ты занимаешься бизнесом, а вот то, что ты москвич, как бы, и у тебя, допустим, изначально там, например, не надо было платить за квартиру, да, не надо было, что там не надо было. Да ничего не надо. Ну, то есть, как, у тебя какие условия? Примерно такие были, то есть, надо же было как тебя замотивировать на работу или ты до этого где-то работал, то есть, как ты вообще к бизнесу пришел? Не будем вдаваться к какому или что, то есть, там. Слушай, ну, ты будешь смеяться, блин, меня к этому привели тёлки, да, потому что... Тёлки? Да. То есть, вот сейчас перебью сразу. Вот еще одно доказательство того, что девушки – это самый лучший мотиватор. Однозначно. Нет, ну что, я был маленьким, вот, это 16 лет, это было, да, когда я ушел из дома. Я жил... А чего ушел? Так я тебе рассказываю. Мы жили в четвером двухкомнатной квартире, вот. Надо было где-то трахаться. Где мне трахаться? Негде, ты понимаешь, так сказать, вот. И все, я свалился с дому, блин, где-то там, так сказать, вот, пристроился, блин, пошел какие-то бабки зарабатывать, снял себе квартиру. Все, у меня сразу секс наладился. А у тебя вон так рано, короче, был, да, очень? Потому что я старая японская бабушка, я первый раз потрахался в 19. Хотя там, ну, я не знаю, почему так сложилось, волею судеб, да, то есть, но... Ну, зато ты стал профессионалом, понимаешь, а я как любителем был, так и остался. Непонятно, если кто больше выиграл. Трахающий к 80 влевому. Да, совершенно верно. Нет, то есть, смотри, вот отличная мотивация. А, ну, ты снял квартиру, что потом? Надо было где-то бабки брать на то, чтобы жить в этой квартире, да, или что? Ну, там, просто, как бы, время было такое хорошее, понимаешь, и, с одной стороны, возможность была определенная, и ничего нет, как бы. Поэтому... Ну, то есть, ну, а ты с чего начал-то вообще? Сразу сел, ты говоришь, дай-ка я замучу бизнес, или у тебя были какие-то работы на дядю, то есть... Да, я работал, я работал на дядю, я работал на этом... Да, сейчас я посмотрю, он мне ведет, но мы с тобой поедем дальше. Тихо-тихо, там, сзади какой-то чувак. Нет, я не хочу туда ехать, если честно, поедем дальше. Временность пока есть. Ты работал? Ну, сначала на дядю, мне устроили, там, в одно кафе соки разливать. Ну, мама помогла, да, там была некая протекция, а это было очень модно, понимаешь, вот. Соки разливать? Да, я туда, как бы, залез. Нет, очень модно было это кафе, да, вот они там только открывались, да, как я так вот рисовался, прям, перед армией, да, как мне это получилось. А ты еще и в армии кинул, да? Да, я еще в армии отсыгачивал два года, все честно. Офигасе. А вы слышали, а реально как вертаю. А как ты меня, в какой момент ты понял, что все, хорошее, соки разливать, давай я там. Я тебе что хочу сказать, вот, я на соках, блин, вот, когда работал, я практически миллионером был, поверь, теми деньгами у меня, батя, был что-то главный инженер там где-то, да, как бы, зарабатывал 200 рублей в месяц, да. Ага. А у меня был рекорд, я зарабатывал 80 рублей в день. Офигеть. Я там быстро фишку просек, да, как бы, я там работал без выходных, без у меня смещица была такая. Знаешь, какая-то такая мантельная бабла. Я говорю, слушай, давай я за тебя буду работать. Она говорит, давай. Почему нет? Просто, знаешь, переведет, а он такой бентайга. Ты как вообще к этой тачке? Какой? Бентайга или бентайга бентли. А, пардон, я же тебе это терпел. Вон, прямо, смотри, синее. Вот то синее говно. Слушай, я ее видел, я на ней не ездил, правда. А ты внутри сидел вообще? Нет, это она только вышла. Нет, а мы в салоне сидели, то есть, в двух-трех разных вариациях. Но, вот, конечно, внутри она прикольно смотрится. А так вот, не знаю, что скажешь. Мне кажется, это... Это старпер надо. Я не фонар, да, совершенно верно. Это машина такая. Явно, что вот ты должен быть там старпером, потому что это значит как-то, блядь, много дерева, что-то, наверное... Слушай, а у тебя вот здесь вот, ты сзади, ну, как бы по понятным причинам здесь заниматься сексом невозможно, да? Ну, я бы так сказал. Почему? Просто, нет, смотри, а они для кого эти сиденья сделали? Для ребенка? Слушай, послушай, бери, эти сиденья же есть, как занимайся, я получаю. Не, ну, а на перед... А, ты еще и пробовал здесь, слушай. Нет, на самом деле у меня был чувак в Тольятти знакомый, который с другом вдвоем в ваке умудрялся. Ну, у нас был там в Жигулях опыт, да, там десятки. Там, как бы, сзади места есть, а вот такая-то, ну, не знаю, она как твоя. Слушай, ты знаешь, как бы, у меня тоже такой случай был прикольный, да, значит, я ездил тогда на Брайю, а, значит, я не знаю, что, где-то в районе там Када, ну, что-то нам, блядь, захотелось бы. Я говорю, ну, давай мы там свернули в какую-то фигню, там, знаешь, как бы... Это на этом аппарате, да? Нет, нет, на этом самом, на Брайде. А, да, я что-то прослушал. Ну, вот. А он такой был, знаешь, офигенный, я его разложил весь, понимаешь, что-то. То есть заднее сиденье, здесь такая поляна, блин, просто траходром, понимаешь. Спокойненько, блин, там, сделаю свое дело, блин, знаешь, и вот сцена была какая-то, я только кончил, понимаешь, что, сказать, вот, я, слушай, вижу такой полнею, блин, так сказать, в окошко автоматом так, тук-тук. Я, ни хрена себе, слушай, я оттуда выпала, я довольный, ну, слушай, винтов человек шесть, наверное, вырокрузили. Ничего. Типа, давай мне рассказывай, что я тут шлагбаум, да, сломал, на какую-то территорию заеду, слушай, какие-то такие серые, злые, блин, понимаешь, и я такой довольный, почти, жаль. Не, а это так и было, или это они просто решили, там, подразвести тебя при колодке? Ну, нет, ну, реально так. Или ты настолько захотел, так сказать, выключаться мозг, что решил, что похер на шлагбаум, да? Да нет, ну, 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 представь, как, ну, скажи, вот, там, осень, да, как, голодные менты, да, как, ну, скажи, холодные, блин, понимаешь, и тут и я такой весь счастливый, конечно, хотели развести, блин. Не, ну, а че, как вышло, как отмазов, собственно, все? Да нет, ну, я просто был такой счастливый, они поняли, что денег у меня нет, поэтому, блин, я просто... Вообще бомжары на практике, да? На практике, на самом деле, в нашей стране есть только бомжи, блин. Че-то хотел спросить, ой, блин, ты когда топаешь, у меня, этот, выключается мозг. А, хотел спросить, а че вот, допустим, ну, там, у тебя есть какой-то опыт, общения с женщинами, да, там, там, и семейные, наверное, да, там, и, ну, насколько я понимаю, там, отношения, ну, и все, наверное, уже было. А вот есть у нас товарищи, которые вот только-только что-то начинают, да, там, причем некоторые начинают в 20 лет, некоторые, там, в 42, тут у меня недавно был товарищ, как бы, ну, то есть кто-то к этому приходит, вот, что надо что-то менять, надо праздновать, например, к тем, кто молод совсем и гореть, чем бы ты мог посоветовать именно, что... Ну, тем, кто стесняется, то есть, а ты же, когда начинал, ты же, когда был вот в том возрасте, в котором сейчас, там, эти, по 20 лет ребятам, даже не было пикапа, то есть, что ты делал вообще, как-то... Как у тебя с девками получалось, что ты что-то советуешь? Ну, как-то получалось, нет, ну, я что посоветую, приходите, так сказать, вот, на ту-зу, да, задню, заряжайте свои вопросы. А что еще вопрос? Скрытая реклама. Да, совершенно. Не скрытая, я бы даже сказал. Не, ну, что, на самом деле, как бы, я считаю, что для молодых пацанов, как бы, это самое полезное, да, потому что ты, как бы, в какой-то такой сжатый период, ну, то есть, в ограниченный период времени, да, как бы, ты, там, проскачиваешь человека, да, и он выходит, там, в поле и начинает делать, там, то, что ему нравится, понимаешь? Я думаю, что, как раз, чем ты моложе, да, тем ты... Нет, смотри, хорошо, а чем ты принимаешь, понимаешь, быстрее, блин, и у тебя это остается. Что делать мужикам, которым, допустим, там, в районе, там, 35-40, то есть, причем, ну, такой контингент-то, он довольно-таки часто встречается, то есть, они сейчас подумают, ну, вот, тогда мне это надо. Нет, слушай, ну, здесь вот ситуация следующая. Конечно, там, тогда, когда тебе лет немножко побольше, это еще немного сложнее. Сложность в чем? Ты, су-то, стадуешься, знаешь, и ты выходишь, да, как бы, вот, ну, все, взял одну телку, да, как бы, вот, ты с ней договорился о чем-то, и все, ты в нее вцепился, как в свою жизнь, понимаешь, и пиздец, и до тех пор, пока она либо тебя не бросит, либо она тебя не разведет, ну, вот, ты с ней, блядь, таскаешься, да, а если ты с ней долго потаскался, у тебя уже, блин, остальные инстинкты, они у тебя уже отмирают, и ты думаешь, блядь, это пиздец, это последняя телка на земле, понимаешь, да, е-мое, как же жить дальше, блин, понимаешь? А может, еще знаешь, почему люди вот цепляются, у меня тут парень приезжал с Нино, он говорил, я такой влюбчивый, я говорю, почему, он говорит, ну, потому что я, там, начинаю знакомиться, мне некомфортно, мне там, как-то, ну, там, страшно, дискомфортно, я, как только встречаю какую-то, которая на меня, там, как-то реагирует, ведется, причем она там, может, далеко не устраивает его по всем этим, говорит, я на нее цепляюсь, я в нее влюбляюсь, там, вся херня, конечно, ну, как выяснилось, скажем так, при дальнейшей работе, просто, поскольку ему некомфортно, да, вот, дальше продолжать искать, вот, какую-то ту самую, например, да, там, единственную, ну, например, или, там, каких-то самых лучших, он цепляется, понимаешь, что, о, хоть что-то пришло, да, какой-то, там, вот, более-менее вариант, все, я не буду ничего делать, мне так комфортнее, и многие люди так же пожизненно, наверное, живут, нашли себе работу, там, заполкинек, да, и думают, ну, а что мне, не очень хорошо, да, ну, комфортно же, ну, так, у тебя, вообще, как, друзья, тоже бизнесмены какие-нибудь, или, ну, всяких, по-русски, а как, вообще, одноклассники какие-нибудь, ты, вот, видишься с ними, ну, нет, 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 на самом деле, как бы, я интроверт, поэтому, и, вообще, говорю, вот, делочная тема, да, как бы, она такая очень для меня, ну, я бы сказал, вот, что такое мнение, да, вот, вроде бы, я не обижен, там, женским вниманием, но, ну, то есть, у меня нет, явно, там, знаешь, вот этого, там, потока, кажется, да, и я не люблю, знаешь, то есть, я вот, там, не знаю, и сниму, как продаваться дальше. А вот в отношении того, что ты сейчас говорил, ну, мне, смотри, мне, на самом деле, сама постановка вопроса не нравится, потому что, вот, мне так кажется, да, что, вот, поиском, там, там, что-то того самого, там, или не самого, да, как обычно, как-то, делки заняты, да, вот, а у мужа, как-то, ну, немножко проще. Ну-ка, ну-ка, интересная версия, да. Вот смотри, ну, ты вот становишься, блин, там, с делкой, там, вот, очень хороший пример, да, вот сейчас интернет, да, блин, ты с ней познакомился по интернету, значит, и вот она начинает опрос, да, с какой целью, там, ничего, да, с какой целью, если ты, да, слушай, ну, я объясняю, да, я вот не собираюсь жениться завтра, если честно, да, вот у меня нет такой цели, тебя, я понимаю, да, потому что, а, тебе, блин, там, скоро тридцатник, вот, после тридцати пяти... У меня уже тридцатник, 32. Ну, нет, про тебя, ладно, я про телку говорю. А, про телку. А, если телки, блин, ты... Как относишься к женщинам за рулем? Я сейчас вот смотрю, просто вот сидят, вот сидят, вот сидят. Да нормально. У тебя вообще какие больше попадались, которые умеют ездить, или которые не умеют? Ну, знаешь, вот, я считаю, что это некий миф, да, что женщины не умеют ездить. А, баранов, блин, с этим уже не встречается такое же количество, там, плюс-минус, да, вот. Ну, они, как бы, знаешь, вот, это как в сексе, да, вот, они их другие, то есть им секс тоже нужен, там, ну, по-другому. Вот, и они машины водят точно так же, немножко по-другому, вот, и все. Ну, у меня, знаешь, такой прикол был, короче, в тихой юности у нас там был такой товарищ Серега. Он, значит, несмотря на то, что был наш товарищ, когда у нас, или вообще у кого-то случалось какая-то жопа, он всегда радовался искренне этого. Товарищ перестал быть товарищем, ну, он нас уже до этого подзаневал, но окончательно он перестал быть товарищем, когда... Там, знаешь, история была, вообще, мой друг Санек все к машину, попал в аварию. И он ему звонит, это Серега, говорит, Санек, как дела? Санек, говорит, ты прикинь, я в аварии, там, и он такой, да, да ладно, типа, как-то, ну, там, посочувствовал, знаешь, может, чем помочь, там, ну, то есть, проявил всяческое сочувствие, потом. Короче, Санек говорит, я трубку вешаю, опять звонит Серый, думаю, что за хуй не забуду, там, опять он, я беру трубку, и в трубку такой радостный-прирадостный голос, Механ, Механ, то есть, он звонит другому чуваку, а под щитки набрался, опять же, Механ, прикинь, этот Олень, Санек в аварию попал, там, что, тачку разъебал, гуляй, короче. Потом Санек говорит, Серый, это я. И он такой, знаешь, так, ту-ту-ту-ту, после этого, блять, он уже больше не появлялся, блин, есть такие люди, блять. Это, знаешь, вот моя босоногая юность, а тут покатушки, вон, блять, какая-то интересная. В черном. В длинной юбке, длинная юбка, это очень опасно, на самом деле, хотя по ней видно, что там идет, там, красивая, там, какая-то попа. Слышь, она права сейчас, да? В последнее время, нет, прямо. Блин, она так жаль. Нет, прости. Ну, пожалуйста. Она не подороги. Ну, пожалуйста. Блин, ну, она классная, я бы пообщался. Ну, что ты начинаешь, режешься, ноги не самые главные. Я стал выпендриваться гораздо меньше, я честно тебе скажу. Ты еще не меньше, чем говоришь, да? Нет, меньше стал выпендриваться, гораздо больше. А вдруг там душа, Андрюха, ну-ка, она прикольная, понимаешь, что, ну, как бы, это же может быть девка, вот просто ноги от ушей, там, сисечки, губы, все еще надо, а ты подходишь, понимаешь, что, она смотрит на тебя как на говно, она говорит, где твой Порш, где он? Вот так, ну, или просто смотрит на тебя, вот, знаешь, а есть вот, вот она вот нормальная, я не говорю, что надо совсем уж дичать. Слушай, перестал выпендриваться, когда ты выпендривался раньше, как это было? Не, ну, раньше, как это было, вот я хожу, слушай, вот я только таких, вот только с такими ногами, да, мне такая попадается, блядь, раз в месяц, да, как-то, скажем, я, сука, пока ее не найду, раз нашел, подошел, он тебя послал нахуй, пиздец, все по-новой, да, как-то, скажем, делать, мне. А, слушай, а вы, а что послужило, девушка, поводом, чтобы не перестал выпендриваться? А, вот это да, почему перестал, Андрюха? Какая-то психология, блядь, что, психологическая травма случилась, или что? Светофор. Ну, вот, видишь, здесь, показывают камеры, а я с ноября месяц еще ни копейки не заплатил, понимаешь, езжу, сам видишь, как, да, и по выделенкам катаюсь, там, где-то. Не, а у меня что-то постоянно, у меня раз в неделю трюшечки, блядь, я вообще не, че, 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 че. Самое прикольное, что, в основном, за неоплату парковки, вот мне в лоб, знаешь, эти смски, кстати, до сих пор не скачай, никак московский парк. Ну, см, я же не знаю, какие-то. Вот за скорость, просто, вот, раз в неделю стабильно трешка. Я как-то в нижний съездил, у меня пришло 16 штраф на 11 тысяч, просто, пока я с нижнего до Москвы ехал, я не знаю, как так вышло. Спроси меня, я тебе порекомендую хорошую программу, вернее. Но, кстати, у тебя какая-то она модная, у тебя там еще, это, какие-то значки есть, на русском. Мапкам, да, вот. Я говорю, почему вы в этом, выкендриваться, перестал, в какой момент? Слушай, да не знаю, как получилось, нафиг, знаешь, то есть, ты потихоньку меня, это, обратно, довези все-таки. Обратно, у меня, видишь, осталось, у меня осталось, вот, я приеду, вот, у меня останется 3 минуты, вообще-то я себе туда приеду. А тебе куда-то там что-то надо отдать, отдать, забрать? Мне там пелочку надо забрать. А я куда же ты? А, ты меня выкинешь? А тебя? Ты меня не повезешь, я выжил. Я куда же выжил? Офигеть, блядь. У меня там цветы, блядь, все дела, блядь. Да ладно. Нет, слушай, я не буду готовить с тобой одну машину. То есть, я обратно на метро, жесть какая. Слушай, это месть, понимаешь? Блин, Андрюха, ну я изначально думал, что ты пошутил. Ты помнишь, ты помнишь, блядь, вот, что это самое, ты у него телефон взял? Я за ней еду, я тебя предупреждал, сотри, блядь. А, это та, что ли, молодая, господи. Это точно, блядь. Андрюха, ну вот, как бы, на кого ты меня променял, что ли? Слушай, ты не поверишь, как вот, тёлка вообще очень прикольная, вот честно, да? А тебе 24 года, она вроде, знаешь, то есть, она вроде и без пальцев, она адекватная, там, стерео. Она и молитва сегодня, я не заметил, у нее все пальцы есть. Не, все пальцы, все нормально. Ты бишь на понты какие-то, что ли? Ну, то есть, ничего такого, вот, я говорю, вот, то, что я, вот, вижу в 90-х, не тихующих из 100, там, от тёлок, да? То есть, она там от меня, там, ничего не хочет, да? Она там никакой бабло, там, не это самое. Ну, это пока, Андрюха, ты смотри, аккуратнее. Да, очень аккуратно, поверь, вот, скажи. Ну, еще, особенно, особенно с тёлками, блядь, вообще, супер аккуратно. Нет, а, то есть, приезжай, да, позже, скажи, ага. Нет, я просто понял, что это самое, а ее как-то, что-то очень поздно выпустили из дома, вот. Вот, и она как-то не успела еще испортиться, понимаешь, поэтому. Ну, это опять же, Андрюх, ты с ней, видишь, как, общаешься сколько? Два с половиной раза виделся, наверное. Фига, слушай, мы уже каждый день с ней с ней сидимся. А, а ты когда собираешься? Я, блядь, собираюсь каждый день, понимаешь, наоборот. А ты ждешь, когда она скажет, Андрей, ну давай, скажем, как это должно быть, под твоей картине мира? Нет, 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 в моей картине мира, блин, вот, все выглядит нормально, понимаешь. Ну, там целовашки-то были хоть какие-нибудь? Ну, такие, дохлые. Их дохлые? Ну, дохлые, которые я... То есть язык в ухо ты ей не засовывал еще? Нет, язык в ухо не засовывал. Блин, ну что ж такое? А дохлые-то как это? Ну, ну такие, ну такие, раз, как это... Ань, чмок, чмок, как-то, блядь. Сейчас я тебя высажу, с этого начну, понимаешь? Так, блин, мне сам вот это вот, конечно, в эти умы не постижили. Нет, я думал, ты прикололся, что ты когда-то двое встал. А ты в курсе, что я никогда не буду? Слушай, а как мне? Мне надо тогда таксо какое-то вызывать, этот самый. Нет, я не знаю, как, может, выбираться, но я могу тебя здесь в метро высадить, где-то где-то... Нет, я поеду на такси, мне нужно там Яндекс.Такси вызвать. Тогда еще лучше. У меня, кстати, вот Юлька, она у меня... Таксистка? Нет, она у меня принципиально уже два года в метро не спускается вообще. Тут как-то был уникальный случай. Ну, вот она вот тебе вот так сказала. Она говорит, я лучше там, даже если тачка сломалась, если она говорит, я... Ну, все дальше и дальше. Но дальше в область. Нет, мы едем как раз-то вокруг. Вокруг. Вот, она в метро вообще как бы принципиально не заводит. Ну, знаешь, я прикидываю. Я-то знаешь, я один раз эксперимент ставил вот с Пушкинской на Чеховский переход. Блин, почти бегу. 15 минут. Ты знаешь, как это, скажем, при таких переходах, блин, так как в метро тут нет. Это, конечно, так... Да, там бывают длинные переходы, нет, не больше всего. Вот, да, совершенно верно. Еще в Москве метро глубокое. Ты пока спустился, пока поднялся. Хотя это вообще... Ну, как сказать, пусть в этой твоей пассе чуть-чуть подарит. Ты знаешь, когда она тебе руками что-то сделает, своими, если она молодая. Юлечка, кстати, тебе, если ты увидишь это видео, я знаю, ты палишь мой канал. Еще палишь так, очень внимательно. Вот, тебе спасибо еще раз огромное за футболочки. Мне вот Юлька вчера подарила две футболки. Она мне постоянно какие-то штуки давит. Ты еще во своей космическую футболку, да, такая? Давай, нет, футболка классная будет. Давай, еще раз. Мы сейчас сразу не будем говорить про эту молоденькую, да, что вот она жадина. Не, я не говорю, что она жадина, но ты не забывай это, чтобы они... Мы не знаем. Ну вот. Мы пока ничего не знаем. Блин, слушай, Андрюха, ну таз, конечно, это... Нормальный. У меня помедленнее, у меня 6,4 или 6,5 она там. Это по паспорту до сотки. Ну, ее можно там еще чипануть, а у тебя тоже надо чипнуть. У тебя звук прикольный, но он такой прям. У меня хватает, ну, да. А что ты себе ламбик не купил? Знаешь, как я тебе честно, Porsche самая удобная машина из всего того, что я пробовал. Ну, типа из таких спорткаров, да? Ну, типа да. То есть, ты хочешь как бы ехать расслабленно, ехать расслабленно, понимаешь? Тебе надо ехать быстро, ты, видишь, быстро. Она такая очень... Ну, вот, и включить так. Это самое, да, как скип там, каждый день, ну, там... Не, а зимой ты вообще на ней как бы... А ты еще не ездил на ней пока зимой, только ждал, да? Нет, ну, зимой не ездил. А это не скакой привод? Да, что там? Дороги-то у нас все нормально. Слушай, во-первых, у нее резины нет зимы, да, это раз. В принципе, в природе, что ли? Да, это на другие диски покупать, блин, там, да, или ничего. Что-то такое делать, да? А потом, она же заднемоторная, там, бежут 300 килограмм сзади. Какого привода не было, ты знаешь, что-то очень неприятное. Ну, да, ты чуть передавишь, тебе... Понятно, смотри, слушай, ты меня уже скоро будешь выкидывать, да, я так понимаю? Да, блин. А что такое? Ну, ты пишешь, пузырек висит, деньги экономят. Да ладно, что ты? Как-то ладно, бля, ты скажешь. Как-то ладно. Это, что скажешь парням, мужчинам? Юношам, парням, блядь, выходите на улицу. Прямо замещаешься, как-то, блядь. Да, выходите на улицу. Знакомьтесь с елками. Жизнь сразу будет, вот, сразу абсолютно другая жизнь. Я бы сейчас к елке не поехал, что бы я делал? Я тебя высыпил, да, как-то, ну, лёг бы на диване, да? Выпил бы, да, как бы, так сказать, его стакан, чего-нибудь. Смотрел бы какую-нибудь хуйню там, да, как бы, по телеку, да, еще нафиг. Ну, а так, что, ну, ты съездишь сейчас, ну, залезешь там. Так, я пообщу, нет, подожди, я сначала пообщаюсь, почему залезешь, так сказать, сразу, да? Ну, знаешь, как-то это самое, сразу все ставить в голову, всего там, секс. Нюнь, как это, а поговорить? А поговорить. А с ней, как бы, ну, нормально, да, там, 24 года, просто разные. Есть и в 30 девки тут, прям, тупые вообще. Не, есть в 30 тупые, да, вот, я сейчас... Она адекватная, да. Слушай, подожди, ой, я тебе расскажу, я сейчас с телек встречался, как бы, так сказать, в 33 года. Ну, точно такая, ничего, нормально, выглядит хорошо. А я ее встречаю на обжидке, говорю, ну, что-то там, знаешь, там дождь какой-то проливной, блин, так сказать, вот. Ну, мы встретились, да, я говорю, блин, ну, пизд, пойдем в шоколадницу, пойдем, заходим, блин, так сказать, вот. Я говорю, ну, давай там, слушай, на заказ две порции пельменей, две, понимаешь, как это, блин. Какой-то, это самое, какой-то коктейль, большой, плюс, вот такую хуйню, да, пизд, бедра, блин, я не смотрю, блин, в это тебя войдет, мне не жалко, блин, ты пожрать пришла, ну, скажи, время 5 часов, да, вроде, блин, не обед, вроде, не ужин, понимаешь, как это, ну, посидели, попиздяло, все, да, и что, я говорю, и что, развлекать должен, что ли? У нас Юра рассказывал этот прикол, что он говорит, я пришел на свидание, она себе заказала, говорит, большую кружку пива и, говорит, такой гамбургер из черного хлеба, я говорю, как так-то, блин, ты же там, девушка, как же салатик, вся вот эта херня там красивая, знаешь, там, вилочкой. В общем, короче, тих, 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 тих. Что еще-то, Андрюха, будем закругляться, давай, вот, чтобы парки выходили, бьем на улицу, допустим. А в магазине нельзя? Нет, да пофигу, наверное, лишь бы не в интернете, вот, честно говоря, вот интернет, мы с этой знакомствами, мне очень не нравится. Ну, я говорю, вот, серьезно, это вот, как собеседование, да, или там, какой-то кастинг, да, можно сказать, вот, какая-то херня. Вот, если ты с телкой познакомилась на улице, вот такого, вот, такого я не видел, понимаешь, то есть она, как с тобой, нормально общается, вы там, как-то, ну, устанавливаете какой-то контакт, ты понимаешь, надо тебе это или не надо, да, там, ну, сам понял, там, телки разные бывают, да, вот, а когда так, значит, ты смотришь на фотографии, опять, она там каких-то денег потратила, а... А на фото они все лучше даже, да, абсолютно все. То есть все такие, блин, там, невебенные, да, она пришла, блин, там, ничего с нами, не мытая, блин, ну и все, да, ракурс совсем другой, блин, телок совсем другой. Ну, ты же понимаешь, да, это же все от каких-то нюансов зависит. Господа, их много, Андрюх, здесь. Ну, что, да, лавиться в полку и забьют. Втроем нас двоих шатают. Прочно, точно. Короче, ребят, вылазьте, вылазьте из интернета, вылазьте, вылазьте на улице лето, однако же. Вот ждешь его, ждешь, да, оно раз и пролетает. А лето, это вообще пиздец, летом только и надо, блин, этим заниматься. Зимой, вот я говорю, ну, зимой, конечно, тяжело, ты ее не видишь, там, все в шубах, блин, какая-то фигня, все куда-то торопятся, блин. А летом, ну, как раз лето для этого предназначено, чтобы сделать некий задел, блин, для зимы. Задел, то есть заготовки. Чем, да, чем тусоваться-то будешь. Алло, сейчас, зомби, алло, Дим. Ну, я сейчас приеду, все сейчас, меня Андрюха вероломно вышвырнул просто на улице и не повез обратно про меня. Я на какую-то девку, причем на ту, с которой мы вместе знакомились тут недавно. Вот, так что, ну, езжай сейчас, Дим. Я сейчас сяду в такси и приеду, сотру Андрюхин номер к хуям и приеду. Вот зачем мне этот номер после такого? Все, давай. Короче, Андрюха, давай меня где-нибудь, чтобы только там, где вообще такси может проехать, чтобы это было не где-то в заповеднике. Такси может проехать везде. Ну, не скажи. Видишь, там вот горит вот эта хуйня, слушай, в Москве везде такси. Горит, что там? То есть там, мне надо Яндекс.Такси. Жизнь какая-то, жизнь. Яндекс.Такси как бы скачать, что ли? Не, у меня есть, я сейчас просто, у меня руки заняты, я видишь, и режиссер, и постановщик. Эта подсветка какая-то там есть? А как? Опа. А это сейчас херня. Парктролик выключается, по-моему. Зачем? Ну, если пропистоишь, как бы он вмещал, то не нацвет. Не, я просто это, как бы... А камера задняя, что ли, есть, нет? Вот тут, да? А здесь все как грех. Включи меня, посмотрите. Мужик сзади, чтобы немножко очканул. Офигеть. Как в Греции? А у меня в зеркале вот здесь. Ну, у меня не штатное. Китайское. Короче... Здесь впереди планеты всей. Да. Ну, так, нормальный аппарат, да. Зачем вот эти две штучки? Понимаю. Знаешь, все полезны. То есть не просто так. Сборники, да, это вот здесь управление компьютером, тут круиз-контроль, вот это свет. А свистнуть телочкам, там есть кнопка такая? Нет, слушай, тут такое нет. К сожалению. Это опция, этот, ну, как бы, видишь, как так, какой-то, какой-то неполной комплектацией. Да, быстро темнеет уже, прикинь. Да, нам... Дело к осени. А это же беговая, да? Прямо. Слушай, не знаю я. Нет, что-то я вот, или я что-то дезориентировался. Подожди. Я ж колхозник, я по-прежнему знаю только центр Москвы и езжу только по навигаторам, как говорится. Вот так вот, да? Да, так аккуратно. А, это на школу. В общем, Андрюха, чё, ты меня ещё не выкидываешь? Я вот здесь, вот там уровень. Вот на тракторе, блин, меня где-нибудь выкинь. Давай, значит, отличная яма, вот как раз, вот прям вот в окоп. Смотри. Чис. Значит, араб горит, несмотря на твою вот эту вот, не мужской пацану. 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 Ты же честно мужского. Короче, мы Андрюхе закроем фейс ребят, да, там, ну, какой-то, я объясняю, почему. Он у нас на самом деле Супермен, Готман просто, он, днём, он обычный человек, такой интеллигентный. Ну, вот, а по ночам вот он превращается в шестяного такого. Поэтому, ребят, ну, чтобы потом не было вопроса, почему за место лица Андрюхе какой-то непонятный смайлик. Давай, в общем, ты билеты на Кипр взял? Да, конечно, билеты гостей. Давай, ну, мы с тобой созвонимся и перед отъездом, да. Мы, кстати, ребят, с 4 по 8 по 8 на Кипре, в Айенапе. Не знаю, звоните, пишите, если кто-то там. Всё, давайте, увидимся. Вашей ручкой. Субтитры сделал DimaTorzok